Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас книжная история бессмертной комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», которая только в 1862 году наконец-то была опубликована на русском языке. Как же так, скажете вы, ведь комедия была написана в 1824 году. Произведение имело особую издательскую судьбу. Автор при жизни не увидел своего творения ни в печати, ни на сцене. Однако русскому обществу начало 19 века комедия «Горе от ума» была хорошо известна. Известна в основном из рукописных списков. Военные и штатские писари зарабатывали немалые деньги, копируя текст комедии, который буквально в одночасье разобрали на цитаты и крылатые выражения. Наиболее авторитетными из них является жандровский список, поправленный рукою самого Грибоедова. Он принадлежал Андрею Андреевичу Жандру, русскому драматургу-переводчику, поэту-критику. И булгаринский. В 1828 году, отправляясь из Петербурга в свою последнюю поездку в Персию, Грибоедов оставил список «Горе от ума» Фёдору Булгарину, собственноручной, пометой на титульном листе. «Горе моё поручаю Булгарину, верный друг Грибоедов», 5 июня 1828. Надпись эта не была просто этикетной. Она давала право Булгарину печатать текст произведения. Правда, Булгаринам уже были опубликованы отрывки из комедии ещё в 1825 году в своём альманахе «Русская талия». Первое русское издание «Горе от ума» вышло в Москве в 1833 году. Текст «Горе от ума» в издании 1933 года сильно сокращён и значительно изменён театральной цензурой. Так появилась на свет театральная редакция комедии. Но примечательно то, что цензура никак не хотела выпустить комедию. Её судьбу решила неожиданная резолюция императора Николая I. Печатать слово от слова, как играется, можно. Для чего взять манускрипт из здешнего театра? Этим царь, по словам Герцена, попытался лишить комедию привлекательности запретного плода и противодействовать распространению её в многочисленных списках. Впервые без цензурных купюр «Горе от ума» напечатали за границей в 1858 году и лишь в 1862 году в России. Кстати, первоначально комедия называлась «Горе уму». Но поскольку слова «Горе уму» казались прямолинейно мрачными, почти трагическими, и их было затруднительно произносить, то Грибоедов изменил название на «Горе от ума». Новое звучало лучше. Дорогие друзья, приглашаем вас в библиотеку культурного центра «Автоград» познакомиться с раритетными изданиями комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». И до новых книжных историй!